приветствую всех друзья меня зовут дмитрий мы продолжаем вместе с вами играть в игру fell out 3 в этой серии я перед началом самом записях немножко поспал чтобы было утро и мы не шлялись по этим пустошим ночью также также а также и больше ничего не делал сейчас у нас да должно быть утро я надеюсь что это утро и у нас есть задание с вами расспросить о том как возник возникло поселение ривид сити давайте сразу за телепортируемся в этой серии займемся расспросом людей на предмет что они знают о возникновении вообще жилищ и тому подобных подобных мест общим там например социологии в общем займемся соцопрос в лице жителей города ривид сити проведенным нами для нас это тоже будет интересно так вроде ничего все нормально кстати смотрите вон там какой-то путь куда то есть возможно мы туда сходим не зря же мы это видели звуки кстати очень напоминают из игры чейзер когда мы там под водой плавали мокрый путь по-моему называла серия кому интересно посмотрите у меня на канале или найдите видео на ютубе любое привет меня зовут имя тебе мой сынок бездельник не встречался маленький паршивец вечно только и ищет какой бы пакостью чинить плохие детей не бывает только плохие родители вот ведь бред собачий сразу видно что у тебя нет своего вопящего паршивца они так ну-ка бро скажи мне проблемы сейчас будут так говорят ты входишь какой-то городской совет нет 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 то ты знаешь об истории ревит сити у меня нет времени углубляться в историю города меня куда больше заботит то что происходит с ним здесь и сейчас короче дина рука бро фрик афроамериканский скажем из ко мне со своими проблемами и тип вы потрошу прицениваешься а если тебе что-то из этого хлоп так мне нужна история так давайте взглянем на его товар у меня же есть чуть больше крышек то бы сейчас ушел патроны на автомат вроде хватает на все живем правда больше ничего не осталось не давите ничего знать добро пожаловать добро пожаловать в наряды потомака я беннон хозяин магазина и член городского совета я продаю выдающиеся наряды для выдающихся клиентов ну ладно я утонченного человека вижу за ним между нами будь сказано отребье не стоит пускать на порог это портит торговлю это какого ладно пропусти мимо ушей ты не расскажешь мне про историю ревит сити а я можно сказать все тут устроился 12 лет назад когда я пришел все что тут было кучка неудачников проржавевший латчонки но теперь я вхожу в совет и под моим руководством мы стали самым сильным поселением на пустошах конечно пара неудачников так никуда и не делась кому хочется уходить из хорошего места на красноречие мне показалось городу гораздо больше чем 20 лет ну да конечно но пока я не появился ничего особо важного тут не было это все дремучая история она никому не интересно но если тебе очень хочется зря потратить время иди поговори со старой каргою барные стойки красоткой бонни так понятно спасибо за наводку бро на вижу вот этих манекенов и скульптур после того как посмотрел амнию белую ночь да это страшно садись где тебе удобнее сейчас кто-нибудь подай не понял это старая карга может это ты я не вижу каргу старую сейчас я подойду бро может и она позволь мне представиться я гэри стейли шеф-повар и гурман я буду готовить твою трапезу мое фирменное блюдо кексы из болотника хотя игуана тоже пользуется спросом так ну ладно давайте кекс из болотника тогда ты не разочаруешься так ты знаешь что поликантели наркоман да он каждый вечер приходит к концу дня в надежде что синди даст ему закрыть лавку слава богу она слишком умна чтобы ему это позволить так ладно давайте спросим про историю говорят когда гидропоника заработала сюда набежала куча полезного народу но это явно не самое начало так если подумать вера уизерли может что-то знать она все время здесь и постоянно с кем-то разговаривает если кто тут и знает пару-тройку интересных историй так это она ладно давайте пойдем дальше вера вызерли это та самая девушка которая мы привели пацана можно принять у тебя заказ нет так а почему это заведение называется галерой герри это в честь моего папы он классный повар так почему джеймс харгейл такой несносный мама джеймса темми просто гадина она ужасно с ним обращается думаю это потому что она пьяница а каково это жить на огромном корабле тут шумно темно и дурно пахнет зато безопасно никаких рейдеров и супер мутантов и может доктор ли даже сумеет обеспечить нас чистой водой расскажи мне докторе ли она редко общается с людьми все время проводит у себя в лаборатории на корме но она умная очень умная да я рад за нее так ну и что тут есть вот меню нет ладно выйти у тебя так много проблем с мужчинами на корабле в смысле приударяет ли за мной кто-нибудь нет они почти все вежливые не обращают на меня внимание даже когда я сама с ними заигрываю вот например диего так с диего любите друг друга ну кто-то из нас точно любит другого но мне порой кажется что он меня вообще не замечает понятно и женщина соблазни его но да конечно не думаю что их были бы у меня муравьиные феромоны ладно ты не расскажешь мне про историю перевесите говорят здесь давным-давно обосновалась группа наемников которые рылись в руинах вашингтона а так не знаю ладно придется мне идти к вере узер ли привет так шрапнель если тебе что-то из этого хлама надо так и скажи а иначе держи пальцы подальше от курков не ладно так историю ревит сити расскажи о чем об истории ни хрена не знаю и знать не хочу но хотя бы честно ладно идем дальше двигаемся по плану как говорится расспросить каждого встречного поперечного спящего всех выпотрошим на предмет полезной информации в чем твоя проблема мистер смотрите вечное дитя ты видно ничего не боишься патроны для меня сможешь украсть конечно я не боюсь он даже ничего не заметит круто так историю города знаешь папа его построил чтобы воевать с болотниками а мама типа королева этих самых болотников было так где твои родители мама скорее всего пьяна а папа умер можешь радоваться сволочь как мило я выискиваю смутьяна не попадались по дороге да вот попался как вера иди сюда добро пожаловать припасы ревит сити у меня тут чего только не да ты вообще в гостинице стиль бро приятно вновь видеть вас сэр красноречие но как пореветь сити болтает о чем-нибудь интересней что не знаешь анжела в тюрил азив диего но он же священник так что держит ее на расстоянии однажды она просто набросится на него и отлюбит такс говорят анжела стелли неравнодушна где это но это она мне и сказала я буду к этому если есть сейчас это выложу в ответку кто такой этот джеймс аргрейв бедный джеймс его мать слишком много пьет а когда напьется она плохо с ним обращается стерва по моему она венецина за то что ее бросил муж но это же нелепо давайте про историю не спросим ну я могу рассказать про свою гостиницу но про то как появился сам ревит сити ничего не знаю но понимаешь люди конечно разные говорят можно о чем-то догадаться но я не берусь ничего утверждать боюсь направить тебя по неверному пути узнает больше городе если подумать си грейв может что-то знать он еще совсем ребенком был когда здесь оказался даже не представляю кто может знать этот корабль лучше не скажи куда идти но пожалуйста ну ладно ты сиди по вот уже ну-ка у тебя есть ты 516 нет тогда у тебя есть не все что что слушай если ты хочешь по выпендриваться тело это в другом так я могу выпить не надо ты знаешь что поле контелей наркоман он крепко подсел на эту дрянь ладно понятно знаешь об эссури ревит сити что-нибудь а а что я могу знать сколько живу город тут стоит а мы его чиним ухаживаем за ним я практически сразу как родился хватит гаечный ключ и туда чинить а вот политика меня всегда мало интересовало но кто знает потому что ты знаешь об этом она так сказала но думаю за годы я конечно много что узнал тут никто столько времени не провел в обнимку с интимными местами старушки сколько я я это про ревит сити но у как не проверил вера ведь не старая и я ее не того не интимно правда я бы и не ну нет в общем так или иначе у пинкертона в отломившемся носу судно могут найтись какие нибудь подсказки он тут прожил куда дольше меня там у него было много разного барахла понятно идемте в тот нос который мы видели с вами от привет меня хочешь или что ну и как ты теперь живешь о вера такая добрая тетенька как здорово что я теперь живу с ней ну то есть она заставляет меня работать типа убирать гостиницу и все такое но она правда любит меня и потом у меня тут теперь друзья в ревит сити и все благодаря тебе ну все я рад за тебя эта тетка не такая плохая идемте в нос корабля я так понимаю там кто-то один держит этот нос до судя по всему это потому мостику что мы видели когда шли в ревит сити он там он его уже не вижу прекрасно понят вону я просто не туда смотрел на всякий случай я буду конечно держать оружие на готове непонятный час что меня там может ждать подсказках по моему при загрузке писалось что носовом носовой части этого корабля находится не самые доброжелательные твари так это напрямую воду нам надо обойти надеюсь супер мутанты там не рискнулись будет печально если я наткнусь на них только закупился починился я обратно воевать но моей ой на моей моей бедной одежанке наверное уже места живого нету если плана могла рваться такой не оберталец а кстати я вижу превосходно и он меня заметил до ну превосходно отцы пейс куда увидели он пытался меня взорвать меня взорвать какой-то короче вода простим его так обратно эти страшные зунки вроде тихо да я предпочту сейчас делай быстрое сохранение на случай если нас тут недрожелюбно встретит мы туда и попасть и не можем превосходно какого фига меня послали в нос если он закрытый возможно придется найти какой-то другой вход пока я небольшом затруднение возможно даже в этой серии мы не сможем закончить этот по первости не такой уж и сложный квест придется нам поломать с голову и прыгай врагов я не вижу да вроде все нормально до американские самолеты самые лучшие в мире горят чудесно ну ладно допустим допустим то не все так просто будем думать будем голову ломать ну другого пути я пока что не вижу возможно разве что заплыть туда в этой риск подхватить приличную дозу радиации конечно это понимаете ребята да и лучше делать это наверное будет с мостиком есть подозрение что возможно все намного лучше а я тут дурак наваляю ну ладно и опять еще раз поплыли радиация прибывает ой ищем подпись да вы смотрите тут как будто есть вход только в эту сторону так мы пока не до чего не допрыгнем двери я никто не вижу грёбаные ёжики лоромушки ну почему нельзя сделать было где-нибудь здесь пробоину я кстати вообще не знаю как сюда авианосец заплыл он тут на мели сидел похоже очень давно или это так уровень воды упал это нет вряд ли и обратно пришел к этому грёбаному убежищу ну ладно допустим 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 сюда я не запрыгнул и они супермен какой-нибудь чтоб летать распрыжку оля кое 3 мне не сделать с помощью подрыва какого-нибудь заряда осталось сам супер дверь я конечно сейчас попытаюсь сделать такой чудесный шаг тупо попробовать ее открыть вдруг она в тупую откроется неожиданно так это будет эпик фэйл в плане того что я проделал только что проплыв вокруг авианосца но попытка не пытка лучше так чем потом еще одну серию слез набиться головой об обшивку этого корабля очень сложно нужно сотни а не ладно спасибо ребята всем за просмотр я буду думать как решить эту проблему возможно побегаю в промежутке немного поспрашиваю еще людей авианосцы на запись чтобы вас не травмировать своей тупостью еще раз спасибо за просмотр до скорых встреч всем пока